Страхование жизни – вопрос серьезный. Пользуясь услугами междугороднего общественного транспорта, некоторые пассажиры не замечают, что при покупке билета на автобус им как дополнительную услугу пробивают и страховку. Это не редкость, ведь многие граждане не догадываются, что существует такого рода добровольно-принудительный страховой сбор. Приобретаете ли вы страховку, когда покупаете билет? Нет. Не приобретаете? А вам бывало такое, что пробивают, то есть навязывают свои услуги? Нет, даже не говорили ни разу. Ну и такое бывает. В общем, я как-то не против. Приобретаете ли вы страховку, когда покупаете билет? Нет. Не приобретаете? Нет. А предлагают вам билет? Нет. Ну, нас там даже не спрашивают. Выдают, и все, мы детям на этом никак не застряли внимание. Тут все понятно. Информирование граждан по вопросу страховых сборов хорошим назвать нельзя. На ряде автовокзалов появилось объявление, что вот, пожалуйста, эта услуга добровольная, можете отказаться. Но не всегда люди читают те объявления, которые, по сути дела, у них перед носом. Отдавая деньги, они потом получают дополнительные квитанции, где написано, что вы застрахованы дополнительно в компании такой-то, такой-то на такую-то сумму. Какие есть права у пассажира? Во-первых, хочу сказать, что сам закон о защите прав потребителей не дает права никакому исполнителю навязывать дополнительные услуги. По первому требованию пассажира кассир обязан вернуть вот эту страховку, забрать эту страховку обратно. Жалобы поступают, но это все, конечно, зависит и от людей, потому что мы стараемся сделать, конечно, лучше в связи с нашей дорожной обстановкой. Вот даже за последнее время произошло три крупных ДТП с ужасными автобусами. И вот данная страховка, конечно, дает большой плюс. Там идут выплаты более миллиона рублей даже. Услуга, несомненно, полезная. Недавний случай это доказал. Около месяца назад одна из пассажирок рейсового автобуса, попросив водителя остановиться, вышла из автобуса, чтобы сходить в туалет. По какой-то причине женщина решила, что сделать свои дела ей необходимо на противоположной стороне дороги. Попытка пересечь проезжую часть закончилась плачевно. Пожилую женщину сбили насмерть. Сейчас вопрос с выплатой компенсации родственникам погибшей решается. Сейчас рассматривается возмещение ей страховой суммы. Можно ли воспользоваться этими услугами, когда случается какая-то беда? Да, действительно, когда происходит что-то и дополнительные гарантии того, что вы застрахованы, хотя полис вам не выдается, вы можете предъявлять в дальнейшем требования или, не дай бог, ваши родственники, если случится более что-то серьезное. Поэтому внимательно смотреть на те документы, которые вам передают в качестве платежа за какую-либо услугу. 20 рублей, конечно, ничью жизнь не спасут. Но денежная компенсация родне будет весомая. Сомнительная радость, конечно. Да и случай этот, по правде говоря, единичный. И все же обо всех дополнительных платных услугах граждан информировать необходимо. Тем более, что перед съемочной группой нашей телекомпании кассирам, оказывается, эта труда не составила.